Мадрид готов взял Каталонию, уже взял под полный контроль, по крайней мере так заявило сегодня утром испанское правительство. Руководителей полиции уволили, а во главе региона вместо Карлоса Пучдемона поставили испанского вице-премьера Сарайо Санчес де Санта-Мария. Это ответ на объявление каталонским парламентом о независимости региона. Как отреагировали люди, кто фактически сейчас контролирует Каталонию, выясняла Елена Абрамович. Его уволили, но он не признает своей отставки. Глава женералитета Каталонии, со вчерашнего дня уже бывший, Карлос Пучдемон обратился к народу в СМИ и призвал мирно защищать независимость, которую Каталония объявила накануне. Мы не хотим провоцировать применение силы. Необходимо продолжать работать, учитывая трудности нынешнего времени. Мы продолжим трудиться ради создания свободной страны. Ранее Пучдемону предлагали вариант загладить ситуацию, распустить парламент и объявить новые выборы. А еще приехать на заседание Испанского Сената для дискуссии. Но вместо этого Пучдемон поставил вопрос независимости на голосование каталонского парламента. Резолюция утверждается парламентом. 70 голосов за, 2 против, 2 воздержались. Каталонцы праздновали, а на сайте Википедии в считанные минуты статью о Каталонии внесли изменения. Теперь это спорная территория. Тем временем уже испанский Сенат проголосовал за приостановление автономии региона. Я распустил парламент Каталонии и призвал провести выборы в этом регионе 21 декабря. Вчера у президента женералитета был шанс вернуться к законности и объявить выборы. Именно этого просило подавляющее большинство жителей Каталонии. Руководителей полиции поменяли. А обязанности главы женералитета временно будет выполнять вице-премьер-министр Царая Санчес де Санта-Мария. Сегодня утром жители Мадрида вывесили на балконах испанские флаги, а потом вышли на митинги за единство Испании. Они перешли черту, это однозначно, и государство поставит их на место. Сейчас фактически ситуация поворачивается на 180 градусов. Я не волнуюсь, все будет хорошо. Мы можем жить вместе и иметь нашу автономию, но это все Испания, и с ней надо считаться. По-моему, правительство все сделало правильно. А вот в Барселоне сторонники единства Испании после демонстрации напали на офис каталонского радио. Местные СМИ также сообщают о беспорядках на улицах после протеста. Каталонцы остались в смятении. Признаюсь честно, я от этого уже устал. Ситуация утомительная, и это уже навевает скуку. Мы слышим одно и то же снова и снова, каждый раз громче. Я за независимость. Ситуация достигла апогеи, и мы не можем позволить подавить нас. Это не самый лучший вариант, но они не оставили нам выбора. Чтобы сгладить напряжение, каталонская полиция уже под испанским руководством призвала сотрудников вести себя нейтрально и не занимать какую-либо сторону. Но сопротивление возрастает. Журналисты, учителя, пожарные уже заявили. Не собираются выполнять приказы Мадрида. В Брюссель тем временем вмешиваться в ситуацию не собирается. Президент Еврокомиссии заявил, Евросоюзу не нужны расколы. А глава Совета ЕС подчеркнул, работать будет только с Испанией. Поддержку Мадриду высказали и ряд западных политиков. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. 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 Продолжение следует...